Всем привет! Всем доброе утро! Я сегодня буду завтракать своей запеканкой. Почему решила вам показать? Когда я ее делала? Я ее делала в пятницу, да? Да. Это уже которая была вторая или третья даже. Рецепт рабочий. Кто-то мне написал в комментариях, было два комментария. Одна написала, девочка, Таня сделала запеканку по твоему рецепту, получилось отлично, все прекрасно получилось, вкусное, ну и тому подобное. Кстати, был такой комментарий, который написала мне, девочка, делала по твоему рецепту, не получилось. Наверное, 160 градусов в духовке. Ну, она думает, что проблема в ее духовке, потому что 160 градусов, ну, я не знаю, может быть, у нее не так греет духовка, не знаю, не так выпекает духовка, в общем, не знаю. Или она сказала, что, может быть, я положила сильно много масла. Масло в этой запеканке не играет вообще никакую роль. Вы можете его ложить, можете не ложить. Масло, вы знаете, я и масло, у меня масло везде, я это сама придумала, я сама делаю. Масло сверху ложу, и еще, когда запеканка горячая, ну, в этот раз я не посыпала сверху сахаром, а так я еще иногда, вот, когда запеканка горячая, когда еще масло такое растопленное сверху плавает, я еще сверху чайную ложечку сахара посыпаю. Ну, в общем, в этот раз не посыпала. Сейчас покажу вам запеканку. Смотрите, я просто завтракать сейчас буду. Вот, видите, ну, смотрите, все пропеченное. Она такой же формы, ну, высокая, не опадает, ничего и не делается. В общем, рецепт рабочий. Может быть, кто-то не доложил манке. На килограмм творога 4 столовые ложки манки, 3 яйца, и что там еще было? Ну, и сахар, и сухар 4 столовые ложки. Не соли, девочки, сахар. Вот. Получается, ну, очень вкусно. Ну, мы, у нас вот остался вот, вот эта вот маленькая форма осталась, и мы уже практически, ну, вот еще завтра позавтракаем, и все. Вот эта запеканка у меня стоит с пятницы. Можно запросто делать. Я теперь буду все, если я буду когда делать, я буду делать всегда на две порции. Раньше почему-то я всегда делала на одну порцию, потом начинала повторять еще раз. А так, у нас же электричество-то дорогое, поэтому лучше делать сразу на две порции, убирать в холодильник, и ничего, ничего с ней не случится. За 3-4 дня она точно может спокойно ставить в холодильнике, и ничего ей не будет. Можно со сметанкой, но я не буду сейчас со сметаной, я не хочу просто. Я сейчас вот возьму кофе, запеканочку, и пойду, наверное, на улицу. На улице, правда, позавтракать на улице мне хочется. Правда, на улице у нас ветерок, я еще хотела с вами немножко поговорить, но не знаю, когда сильно шумит в камере, знаете, ветер, мне не очень сильно нравится. Ну ладно, попробуем. Сейчас посмотрю, если будет сильно шуметь, то вернемся домой. Не, вернее, я позавтракаю на улице, а потом вернемся домой и с вами еще поговорим. Только присела. Ну все, наверное. Знаете, что интересно? Когда был вот этот ураган, гроза, молния, у нас никаких сирен не было вообще. Вот просто-напросто. Наверное, как мне кто-то сказал в комментариях, ну не кто-то, а многие сказали в комментариях, что, наверное, где-то какая-то авария случилась. Ну, может быть. Я вообще-то, знаете, что хотела сказать? Я хотела... Так, Соня, иди сюда. Алло, иди сюда. Соседка вышла. У нас там следующая полочка. Это была не полочка, это был шкафчик для обуви. Стоял у нас в келлере. Я вчера Володе говорю, я выкинула всю обувь. У меня теперь такая фаза, я все выбрасываю. Я выбросила всю обувь. И... Жорик, иди сюда. И Володя сказала, разбери этот старый шкафчик, и мы его выкинем. Завтра у нас будут... Ну, завтра мы можем отвезти. Володя приедет, наверное, с работы, но, как всегда, пораньше. И отвезет. Соседка там гуляет. У меня здесь собачка гуляет, поэтому я смотрю, чтобы... Ну, они не побежали, а то они у нас могут. Вот мы за последнюю неделю получили очень много счетов, очень много писем получили. Кстати, помните, я посмотрела, три месяца назад мы подавали декларацию в налоговую. Через три месяца мы, наконец-то, получили результат. Ну, и мы, и... Ну, вернее, не результат, а заключение, скажем так. Короче, у нас там все зашкаливает, нам надо так много платить. Не, мы уже заплатили. Это было на той неделе, я просто еще не рассказывала. У Сабрины все по нулям, у ней там нет больших доходов. Мы теперь должны платить, и за следующий год тоже мы должны платить. Хотя еще никто не знает, что у нас будет в 2024 году. Что-то сегодня шумно как-то на улице. Зато, кстати, что у вас там с ценами на газ? У нас автоматически же снимают с нашего счета. Нам в этом месяце пришло 25 евро. 25 евро сняли с нас за газ. Поэтому я вообще-то как-то... У нас 170, то 25. А вообще нормальная цена у нас была. Мы сколько живем в этом доме, мы всегда платили 40 евро за газ. Потом, когда вот эти цены начали подниматься, у нас получилось, там 70... Ну, они как-то поэтапно. То 50 с копейками, то 70-ой расстало. Потом раз, и я смотрю, проверяю. Володя принес эти вытяжки с карточки, с банка. Я смотрю, 25 евро, говорю, что-то я ничего не поняла. Кстати, мы получили еще счет от нашего интернета, который у нас... от нашего домашнего интернета. Стала Карине говорить, Карина говорит, на 5 евро подорожал. Я говорю, у нас на 5 евро подешевел. Мы платили 39, ну 99, наверное. А теперь у нас стоит 34,99. Она говорит, странно, у всех дорожает, то у вас, говорит, подешевело. Я принесла ей это письмо, говорю, у нас смотри. Сабринка первая взяла, прочитала, говорит, да, у нас будет на 5 евро дешевле. Я говорю, ну вот, хорошо, хоть где-то какая-то экономия в 5 евро. У меня еще в планах выкинуть всю нашу прихожую. Ой, Володя еще не знает. Вы знаете, он так постоянно возмущается, когда ему что-то нужно разбирать и выбрасывать. Сейчас, если еще раз телефон упадет, он от ветра у меня здесь падает. Если еще раз телефон упадет, я домой зайду. А на улице вообще хорошо. Не очень сильно жарко. Сколько у нас? 28 градусов. Когда солнце так сильно не греет, не светит, тогда как-то немножко так пасмурно на улице, но очень-очень жарко. Не знаю, может дождь какой-нибудь будет, хотя по прогнозу погоды никакого дождя нет. Вот, вы знаете, у меня субботы на воскресенье так сильно болела голова. Вообще у вас такое бывает? У меня второй раз такое. Когда вообще последнее время у меня голова не болит. Просто у меня было одно время, когда у меня очень часто болела голова, и мне нужно было чуть ли не каждый день принимать эбупрофен от головной боли. Потом у меня как-то такое затище, и очень давно не болела голова. А здесь, знаете, получилось как... Я легла нормально, и у меня ночью начала болеть голова. Вот именно ночью. И вот мне самое интересное то, что у кого-нибудь еще так бывает, что среди ночи начинает ужасно сильно болеть голова, когда ты голову с одной стороны на другую повернуть не можешь. Очень сильная такая боль. Но я не вставала, мне... Не вставала. Дети же у меня ночевали. Не вставала, не принимала таблетку ночью. Воды попила, и все. Утром срала. Чувствую, что такие вот шумы в голове. Измерила давление. Давление, ну, как показалось, вроде бы нормальное, но для меня 130, это для меня высокое. Мне нужно где-то 120, ну, 121, 123, а это было 131. И я, когда у меня вот выше 30, я себя чувствую как-то не очень. Я выпила ибупрофен. Естественно, мне полегчало. Но сам факт, почему голова начинает болеть именно ночью, когда ты вроде бы от всего отключаешься, да улетишь ты отсюда уже, когда ты вроде бы от всего отключаешься, и у тебя начинает болеть голова. Как-то странно. И, ну, вчера с утра я такая ходила, пока таблетку не выпила, таблетку выпила, стало мне как, ну, получше. Получше мне стало. Ну. Все, ладно. Пошла, мне еще поработать надо. Пошла, поработаю. Потом нужно будет отвезти посылку, как всегда, на почту. И еще мне нужно сегодня закупаться, потому что у нас закончились фрукты. Что-то меня сейчас на фрукты не тянет. Фрукты в основном я одна кушаю. Не знаю. Может, потому что тут клубника, тут малина. У меня в большом количестве нет. А кушаю практически все это только я и Сабрина. Если я собираю, то Сабринка кушает. А я, когда собираю, я еще могу с грядки покушать. Или малина там с куста. И как-то вот на фрукты меня не тянет. А, кстати, арбуз мы который, который я в последний раз арбуз покупала, нехороший. Нехороший. Короче говоря, на вкус вроде бы ничего, но он переспелый. Он такой весь, знаете, как... Ну, такой, как... Такой, как сахарный весь. Ну, переспелый. Отдыхают, наслаждаются. Жорик. Жорик. Ну, что ж ты лег по эту траву грязную? Иди на подушечку, ляжь. А? Отряхнись теперь, ты ж грязный весь. Ну, да, правильно. Вот так еще лучше. Да, Сонь, открой глазки. Открой глазки, солнышко. Сонь. Полежали, пойдемте домой. Жорка. Жор. Жорик. С детьми им было весело, без детей им тоже скучно. Так, Жорка, давай отрихаться вначале. Потом домой пойдем, чтобы ты мне эту всю грязь домой не нес. Да? Ну, да. Здесь он еще лег. Все, поехала. Отправлю посылочку. И в магазин. Ну, и встретимся уже потом, наверное, тогда, когда я закупочку вам покажу, что же я купила. Не знаю, еду в магазин, вообще не знаю, что бы купить, что не купить. Знаю, единственное, что хлеба нет и булочек нет. Все. Остальное вроде все есть. Но все равно что-нибудь куплю. У меня завтра запись к зубному врачу на профессиональную чистку зубов. Потом вам расскажу. Не, еще не скажу, сколько стоит, потому что счет позже приходит. Так, дизель у нас. Оэро 67. Мой Оэро 93. И Супер Плюс 2 Оэро 02. Вот такие у нас цены. Но я не на почту, да? Я, как всегда, на заправку. Почта вообще, она сейчас в это время уже закрыта. Но на обед. Поэтому не совсем удобно с почтой. Отправила. Кому я пообещала, ждите посылочку. Кто у меня спрашивал, что у меня с рукой? Болит у меня рука. Ну, я думаю, что все знают, что рука у меня болит. И дома я всегда забинтовываю эластичным бинтом. Я это уже давно говорила. То делала такие компрессы. Знаете, ну не то, что компресс. Вот этой турецкой мазью мазала. Ну, я не знаю. Горит хорошо. Да, вроде бы прогревает. Ой. А опыта что-то помогает? Не знаю. Не знаю. Я знаю, что вот эта рука, она пройдет. Где-нибудь через полгода она пройдет. А вот палец я делаю каждый день гимнастику. Утром и вечером. Поэтому, что как с пальцем будет, не знаю. А здесь рука, ну, в общем, я надеюсь, что она пройдет. У меня уже просто было такое. Так меня вроде пропускают или не пропускают. По телефону сидит, разговаривает. Ну, остановился, по крайней мере. Ну, может быть, не по телефону, может, просто так руку держит. Потому что как-то, как-то странно, как-то странно сидит. Так, все. Ну, я уже в Лиддале. Я просто знаю, что, надеюсь, что пройдет. Потому что у меня уже так болели руки. Когда мы были в Манхайме, Сабринка, я тогда рассказывала. Тогда у меня две руки болело. А я еще работала в амбуланты флеге Денис. Вот и представляете, как мне это было. Но мне кажется, сейчас у меня больше, сейчас у меня сильнее болит. Не знаю. Но у меня такое ощущение, что сейчас у меня сильнее рука болит, чем в прошлый раз болела. В общем, как-то так. Ну, ладно, будем надеяться на лучшее. Так, что еще? Все. Сейчас возьму телефон и посмотрю, что же нам там предлагает приложение с Лиддль. Жара неимоверная. 28 градусов у нас. Очень жарко, душно. Дождя не обещается. У нас вообще уже все высохло, что можно высохнуть. Поэтому и дождем даже не пахнет. Так, в общем, я посмотрела в приложении. Ничего там сегодня нет. А то, что там есть, мне это не надо. Все, пойдемте закупаться. Я немножко закупилась. В общем, сейчас выхожу. И при выходе, как запищит все. Я так сначала прошла дальше. Смотрю, она не останавливается, дальше пищит. Но я, значит, ворачиваюсь и этому кассиру. Он один сейчас на кассе. Я ему говорю, мне как назад возвращаться? Или я говорю, я могу уйти? Могут, иди. Сыр. Был, оказывается, тоже по приложению. Он очень дешевле стоил. Я не знаю, сколько было. Оэро 87, что ли. Сабрина попросила вот это мороженое. Паприка была сегодня дешевле. Не помню, сколько. Знаю, что было дешевле, но не помню, сколько. Как всегда, колбасу вот такую, Володина, бутерброды. Хлеб. У Сабрины еще хлеб есть. Она свой еще не съела, поэтому я сегодня ее не покупала. Мой закончился хлеб. Это я кушаю такой баклажанчики. Еще один пакетик сыра. Заморожен. Фарш. Смешанный. 6 копейками стоило. Здесь всего 200. Вот такие помидорки. Но они сейчас повкуснее. Но если для салата или еще для чего-нибудь. А если куда-то в готовку, то я покупаю другие, да, которые вот эти вот крупные. Они для готовки тоже нормально. Персики. Ой, раз 79, по-моему, стоили. Это я купила Володе. А то он скоро уже нас съест. На выходных выпил всю колу, что было в доме. Всю искал сладенького. Вулочки. А, вот такой кофе у меня был в подарок. Ну, у меня Володь же растворимый пьет. Ну, в принципе, другой покупаю. Ой, этот же в подарок. Пусть тоже пьет. Еще одно. Все, 25 ой раз оплатила я сегодня. За вот эту закупочку 25 ой раз копейками. Ну, все, теперь домой. Я так одно время, когда мы в Манхайме жили, я так одно время, у нас, короче говоря, сейчас расскажу. У нас каток был рядом с магазином Кауфланд. И мы могли в Кауфланде быть, ну, я не знаю, 3-4 раза в день. И вот в один прекрасный день, ну, то с одним, знаете, сходишь, то с тобой кто-то пойдет, то на дно что-нибудь купить. Мы же там все девчонки собирались, пока наши девочки тренировались. Мы то, кто-нибудь проголодается, давайте сходим в Кауфланде, что-нибудь купим. А у нас там была такая кухня, было очень-очень удобно. Мы там детям готовили кушать, ну, мы же долго проголодили время на катке. Ну, и, в общем, это было предисловие. Ну, и, в общем, один раз иду, захожу, захожу в Кауфланд, пищу. Думаю, что за такое. Выхожу, опять пищу. А там же вот, когда на кассе, через кассу проходишь, в Кауфланде, в больших магазинах, здесь стоят эти, да, вот, как они называются, ну, ловушки, короче, скажем так. Пищу. А ничего не купила. Она мне говорит, ну, уже это в один раз, два раза, и все в один и тот же день. Потом она мне одна на кассе говорит, может быть, у вас что-то из белья новое одето. Вы, говорит, там вот эти вот бирочки, которые такие блестящие, вы, говорит, отрежьте, они, говорит, тоже могут пищать. А на мне была, это, туничка новая. Я думаю, ну, точно, наверное, может быть, где-то на тунике остался этот, ну, это бирочка. Пришли на каток с девчонками, ну, на кухне сидим, рассказываем, прикалываемся. Ну, короче, давай они меня все осматривать, где что отрезать надо. Нашли мы эту бирочку, отрезали, и потом я ходила в магазин и больше не пищала. Вот. Но сегодня на мне ничего такого нового нет, что нужно было бы отрезать. Ну, это, наверное, знаете, может быть, это банка с кофем пропищала. Они же бывают там что-то или приклеивают, или ложат. Может быть, не совсем он ее хорошо, ну, через кассу протянул. Ну, девчонки, кто работает в магазинах, знают. Я когда работала также в Манхаме, я обычно одному пациенту постоянно покупала табак. И вот через кассу его постоянно, вроде бы он его и протягивал через кассу хорошо. Знаете, что он прям так тарахтит. Но и все равно еще постоянно на этой, на кассе я тоже постоянно пищала за счет этого табака. Так. Когда уже у нас эта стройка закончится, чтобы мне так не надо было объезжать. Что меня пропускаете, пропускаете, да? Хоть бы рукой махнула, откуда ж я знаю. Пропускают меня или не пропускают. О, бензин немножко подешевел. Оэро-65 дизель, мой Оэро-91 и Супер Плюс 2 Оэро. Было 2.02. Это то, что я запомнила. А, я сказала, не сказала? Да, завтра, я вроде сказала. Завтра я иду на чистку зубов, а после чистки зубов мы идем с Сабриной вдвоем к новому мастеру на маникюр. Не, ну для меня новая мастера, а Сабрина уже там последнее время делает. Потому что она, наверное, раза три или четыре сделала. Она ушла тоже от этих мастеров. Так что, еще не знаю, что буду делать. Ну, потом вам расскажу и, естественно, покажу. Не знаю даже, сколько там стоит. Потому что Сабрина платит всегда дешевле. У нее же, ну, студенческий билет. И студенты, у них везде там небольшие скидки есть. Ну, у Оэро-5, наверное, у нее скидка есть. Я спросила, сколько она заплатила последний раз за свой маникюрчик. Она сказала, 30 евро. Но она ничего такого особенного не делала. У нее просто такой белый. Сабрина, кстати, дома. Она учит. У нее же скоро сессия начнется. У нас, девочки, такая жара, что телефон не выдерживает. Я вот смотрю и жду, что у меня сейчас телефон уже отключится. Знаете, я как свой телефон охлаждаю? Пока машину разгружаю. Но сейчас Сабрина ее будет разгружать. Я ложу телефон в холодильник. Он тогда быстро остывает. Я начала готовить обед, целый ужин. И сегодня у нас будут запеченные в духовке баклажаны. Духовку сейчас включу на 200 градусов, чтобы она нагревалась. Баклажаны мне Сабрина отбила. Я вам сейчас покажу, как она это делала. В общем, берете ножик. Лезвие вот так вот в полотенце заворачиваете. И вот таким вот образом, ну, посильнее, конечно, отбиваете, чтобы баклажаны внутри были такие мягкие. В общем, я буду делать из трех баклажанчиков. Каждому по баклажану не знаю, кто сколько скушает. В общем, затем вы вот так вот разрезаете баклажанчик не до конца. И вот эту вот, то, что вот эта мякоть там внутри, так немножечко ее в разные стороны приминайте. В общем, делаем такую лодочку. Все. Ну, вот так вот, да? Сюда будем ложить начинку. Начинку я сейчас буду... Если делать просто с овощей и без мяса, ну, я же до нашей обыщей Володя покушал, то начинку можно делать все сырую. Все, что хотите. Помидоры, паприка, лук, чеснок. Все перемешиваете с сыром и закладываете в баклажанчики. Сверху еще засыпаете сыром. Но я буду делать с фаршем, поэтому фарш я хочу все-таки обжарить. В общем, вначале обжарю лук. Я еще добавлю бекон. Ну, так как он у меня есть, если бы у меня не было, я бы не добавляла. Паприка. Фарш. Добавляю базилик. Копченую паприку. Немножко, потому что у нас еще будет бекончик. И черный перец. И хорошо все это обжариваем. Добавляю бекон. Вот так вот в сторонке буду обжариваться. Солить буду в последний момент, потому что бекончик солененький. Жидкость сильно с мяса выпаривать не надо. Нам надо, чтобы наши баклажанчики были сочные. На последнем этапе добавляю помидоры. Здесь у меня две, ну вот таких вот крупных помидорки. Сильно долго тушить не буду. Просто, можно сказать, перемешаю. И сейчас все отключу. Попробую на соль. Нет, добавлять не буду, потому что я сейчас соль. Все, отключаю. Начинка готова. Сейчас буду этой начинкой начинять наши баклажаны. Еще положу чеснок. Сразу непосредственно в начинку, когда начинка уже готова. Я люблю, чтобы было, ну, чтобы пахло хорошо чесночком. Туковку я уже включила на 200 градусов вверх-вниз. Начинки у меня, наверное, получилось много, но... Я, наверное, начинку немножко отложу, чтобы всю ее не мешать с сыром. И буду начинять баклажанчики. Да. Сюда добавляю теперь сыр. Любой тертый. Сколько хотите. Все, вот теперь начинка готова. И вот этой начинкой начиняем наши баклажанчики. Все, и ложим, вот так вот укладываем в форму. Начинки мне немножко не хватило, но я, естественно, немножко добавила. Все, и теперь прям обильно-обильно сверху засыпаем сыром. Духовка уже разогрелась. В духовку на 200 градусов где-то на 30-35 минут. Вот. Смотрите все по своей духовке. Должны быть баклажаны готовы. Как баклажаны будут готовы, так все будет готово. Потому что начинка, она у нас уже готова. Готовы, я думаю. Девочки, я... В общем, баклажаны в духовке у меня стояли 45 минут. Я их еще накрывала. В общем, они у меня постояли минут 10. Я смотрю, у меня сыр начинает сильно быстро подрумяниваться. Я закрыла алюфолью. Затем, через полчаса посмотрела, они были не готовы. Нужно, знаете, вот так вот баклажанчик протыкать. Если баклажанчик, ну, мягко заходит нож в баклажан, значит баклажанчики готовы. Ну, начинка у нас же там вся, в принципе, готовая. В общем, и за 5 минут до окончания времени я алюфолью убрала. И они у меня немножечко подрумянились. Так, сейчас, конечно, очень горячо все. Ну, сейчас разрежем. Кушать будем потом, когда немножечко остынет. Так, какой баклажанчик взять-то? Смотрите, сколько много бульончика и не видно. Так, сейчас покажу. Очень уронила. Сколько много соков получилось. Я ничего больше не добавляла, ни воды, ничего. Так, пробуем. Пробую вас еще сильно горячо. Ну, смотрите, какие они сочные внутри. Ну, видно, что все готово. Все, мои хорошие. На сегодня я буду с вами прощаться. Завтра скажу, как это вкусно. Но я уже делала. Я так делала с кабачками. Это очень вкусно. Но из кабачков только вот так вот мякоть я выбирала. И тоже вместе с фаршем перемешивала. Так что на сегодня я буду с вами прощаться. Ну, сильно горячо. На сегодня я буду с вами прощаться. Всем пока-пока. И до завтра, мои хорошие. Субтитры сделал DimaTorzok